Воскриклите Богови Воскриклите Богови Воскриклите Богови Воскриклите Богови Мы рады приветствовать вас на открытии выставки по результатам шестого международного пленера «Святой земли Белорусской», посвященного памяти митрополита Филарета Покроверева и Году народного единства. Международный художественный пленер стал знаковым событием не только в духовной, культурной и художественной среде, но и содействовал единению нации. Митрополит Филарет – один из тех, кто своей подвижнической деятельностью объединял и продолжает объединять белорусский народ, опираясь на истинные духовные, моральные, культурные, патриотические и нравственные ценности. Слово предоставляется почетному настоятелю Кафедрального собора Рождества Христова города Солигорска, благочинному храму Солигорского обруга Токаирею Николаю Розову. Дорогие друзья, сегодня для нашего города совершается очень знаменательное событие. Сегодня мы открываем выставку в честь памяти нашего дорогого владыка митрополита Филарета, первого экзака всей Белоруссии и в день единения народов нашей Белоруссии. Про этого уникального человека, архипастеря, можно говорить очень много, и здесь можно сказать словами следующими. Он был настоящим для всех и во всем. Он был выдающийся иерархом Церкви нашей Православной. Он был выдающийся богослов, он был учителем, он был прекрасным преподавателем, он был прекрасным ректором, он был прекрасным дипломатом и прекрасным администратором. Я сподобился, по милости Божией, быть рядом с Ним в течение 30 лет. И вот я сегодня рассказывал, что все обдумывая и вспоминая, проснувшись ночью, у меня вся эта жизнь здесь на Белоруссии прошла вместе с Ним. И эпизоды с Ним служения непрерывно проходили как фильм многосерийный, где этот архипастер знал, видел тебя насквозь, знал твои мысли, и он был человеком святой жизни здесь при жизни. У него сердце было огромной любви. Он часто говорил, что любовь покрывает все. И невзгоды, которые встречались у него здесь в служении в Белоруссии, он всегда говорил, поступай с любовью. Любовь покрывает все. И вот он действительно, невзирая на свою занятость, он находил слова общения, начиная от младенца и кончая до человека преклонного возраста. Он не был приспособленцем, он не был лицемером, он действительно был настоящим во всем. Когда он служил на Него, когда обращал внимание, то он здесь отсутствовал. Он где-то был с Богом на небе. У него были слова, проповеди, которые проникали до самого сердца, до самой души человека. И действительно, этот Иерарх считается на нашей земле белорусской вторым крестителем православной церкви. Когда он пришел сюда с Берлинской кафедрой в 1977 году, в Белоруссии было всего 450 приходов. С его деятельностью, с его подвиженческой жизнью приходы увеличились до полторы тысячи. Он открыл все древние епархии, которые были упразднены после революции. Имея на территории всего один монастырь жировинский, при нем возродились 30 монастырей. И при нем, как вот мы говорим, мы празднуем и отмечаем годы единства народа в Белоруссии. Он объединял. Вот представляете, что к нему тянулся народ и люди, как к лучу солнца. Он всех обогревал. Вот когда вы будете смотреть фото-выставку, посмотрите внимательно на его глаза. Эти глаза, которые наполнялись любовью, смирением и нежностью. Я часто вспоминаю, как он был и человеком юмора. Он был человеком настроения. И такой эпизод у меня в жизни, когда в начале 90-х меня назначили благочинным Солигорского округа. Он однажды звонит, половина первого ночи, и спрашивает, такой вопрос задает. А ты еще не спишь? Я, конечно, отвечаю. Молодые, я жду вашего звонка. Молодые неверные. И, конечно же, вот с 90-го года он каждый год посещал наш город. Он очень любил наш город. С его благословения, вот и все постройки, все реконструкции, которые были на территории нашего древнего Покровского храма в Чижевичах, это все его молитвы. С его благословения и построен и собор наш удивительной архитектуры и красоты. И все храмы, которые построены на территории нашего района, это все с его благословения. Это великий человек. Он был, как я сказал, при жизни святой. Он также перешел и в жизнь иную загробную. И там он молится и за нас. Он был чистым сердцем. А, как мы знаем, человек с чистым сердцем, он всегда увидит Бога. Он был милосердным. Он был нестяжателем. Он был простым в общении. Вот он с любым мог найти общий язык. Вот просто-таки. Даже противником, так сказать, церкви, религии, Бога, Он так объединял, что многие люди, которые были далекие от Бога и от церкви, стали верующими людьми. Он много спасал от медленной смерти, от вредных привычек. Спасал их от греха, от погибели, и всех приводил к Богу, к спасению и к жизни вечной. Я вас всех, дорогие друзья, поздравляю с этим очень большим событием, открытием, открытием выставки в честь памяти нашего патриаршего экзампа, митрополита Филарета, чтобы он был у нас всегда в нашей душе, в наших молитвах. И поверьте, что он, будучи, вот даже такие вот мысли сейчас пришли, он, будучи россиянином, рожденным в Москве, по сословию он был из дворянской семьи, дворянином. Казалось бы, ну, побыл здесь. Ему предлагали в начале 90-х годов, когда скончался митрополит Иоанн Сычев Ленинградский, ему предлагал святейший патриарх Алексий кафедру ленинградскую, но он попросил его, и слова были, что, «Ваше святейшество, оставьте меня на земле белорусской, я так к ней прилепился». И вот действительно, и он же и завещал себя оставить здесь, то есть похоронить после смерти в земле белорусской. И, как я сказал, что он для нас в будущем, это я уверен сто процентов, он будет причислен к рику святых, как молитвенник, как заступник, как ходатай за наш народ и за нашу страну. Спасибо. А в свое творчество вам дарит поэтесса клутного объединения «Лабиринт», участница театра поэзии и музыки, созвучия Творца культуры города Солигорска, Светлана Телендик. Добрый день. Я счастлива быть на этом событии. На мне высокая мера ответственности. Мои стихи освящены митрополиту Филарету. Светоч православие. Негасимой звездой небосвод освящает наш латыка «Всея Беларуси и царх». Филарета – судьба, вне сомнений, святая. В ней величие, светочи и крыльев размах. Белых, сильных, влекущих к высотам, где вера, где Всевышний владенье свои распростер. Христианам всегда был помощником первым. Несменный маяк. Негасимый костер. Был он в жизни земной, на ряду, всем доступен. Принимал наши слабости, Богословлял на добро. Без излишних сомнений и смуты Выводил на простор тех, кто веру терял, Кто в уныне жил и блуждал, как в пустыне. Им епускал, а иначе он мог. Филарет – патриот. Наш экзарх и до ныне. Во имен на не счастье всех, Кому он помог. Так, пройдя путь земной, По дороге тернистой, Как Всевышний указывал людям служить, Светит с неба звездой, Взором ясным, лучистым, Чтобы веру в веках мы смогли сохранить. Хоть себе не пророчил он славы великой, Но теплом его сердца был каждый согрет. На скрижале святых Прочитают потомки Имя светлое В звездных лучах Филарет. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон